Вот Серегу поймал первого окуня, но живца только забросил. Хороший окушок. Заглотил он, конечно. Блин, я тоже так хочу, может мне спиннинги уже не надо. О, как он красавчик. Первый заброс. Ого, потащил, смотри. Да, нет? Нет, нет, нет. Ты увидишь, он в сторону пойдет. Блин, надо очки одевать, я так не вижу. Ну, Серега, я ж пойду на спиннинг, а ты тогда на две будешь ловить. Ну, удочка такая информативная. Это та удочка, которую я в Турции покупал. Она, впрочем, поклевку покажет, если дернет, как на фидер. Слушай, ну уже увлекательно, я первый раз так ловлю, клево. Вот на море вот этот поплавок, вот такая вот рыбка утаскивала вообще. А у тебя скользящий, а, у тебя нет, у тебя глухой монтаж, да? Да. У меня скользящий. Сейчас я проверю, там ли живец сначала. На всякий случай. Оба. Вот так вот. Есть, есть, по-моему, нет? Есть, нет. А, есть. Ты такой малыш. О, Серега второго уже словил. На живца у меня клеет не очень. Сейчас буду пробовать ловить вот на такие приманочки. Нарядил спинник. Будем пробовать на спинник ловить судака, опуня. Ну и что попадется. Приманка у меня крупная, мелочиться я не буду. Итак, поехали. Опыта в этой ловле у меня, можно сказать, никакого. Но попробую. Если не будут ловиться на эти приманки, значит будем ловить немного по-другому. Вот, не знаю. Есть, есть. Ура. Опа. Хороший. Наконец-то. А, господа, какой красавчик. Снасть примитивная до безобразия. Вот такого плана крючок. Не знаю, какой размер. Малёк, флюрокарбон. У меня здесь, по-моему, 0,3, если я не ошибаюсь. Ну, поводочек сколько тут? Сантиметров 50, наверное. Вертлюжочек. Вот такой поплавок. С Турции ещё у меня остался. Грузило, ну и, собственно, и всё. И скользящий маччевый узел с бусиной, чтобы не проскакивал вот сюда. Вот и всё значит. Вот что значит, туда закинуть, куда надо. Да, я думал, подтянуть, что ли. Сейчас же ставишь и поеваешь, и проблем не будет. Пара-тройка стоит. Поболю, у тебя всё смещено, вот что тут. Да, смещено, но не на такую рыбалку, понимаешь? Ну, понятно. Здесь нужен больше поплавок и маленький груз. Слушай, ну, попробуй. Попробуй, конечно, почему нет? Что-то сидело и сошло. Блин, зараза. Остало время вертушек. Повесил такую вот вертушечку. Сейчас попробуем на неё менять несколько штук. Буду менять и пробовать на вертушечку. На классику, так сказать. Надеюсь, я что-нибудь слою. Интересно, она хоть утонет. Работает, видно. Оба-на, оба-на, есть! А? Ха-ха. Засибись! Вот так вот. Класс. Опа, и ушёл. Ну ладно, бовси. Класс. Вот это рыбалка. Сейчас акулу поймаю. Прямо вот здесь уже, возле берега клюну. Отправлю вот такую вертушечку с бусинкой. Посмотрим, что на неё будет клевать. И будет ли вообще. Всё, кольца постоянно мерзнет. Хотя обещали сегодня до минус трёх. Но что-то, по-моему, где-то минус восемь, а то и десять. Серёга вон сидит. Коль бедный родственник ждёт у воды рыбы. О, Серёгу поймал! Монстра! Оборвал я вертушку, но, слава богу, хреновая вертушка. Ничего страшного. Ну вот, говоришь, перестало. Смотри, какой кучок классный. Супер! Ну-ка, покажи. О, класс! Сожрал только хвост, торчит. Да, да, торчит хвост. Хороший окушок. Супер, ты иногда поклёвый. Ну-ка, господа, пару слов о моём новом кане, который мне поможет сохранить мой улов. Удобно его туда сложить. А также этот кан можно очень удобно использовать, как сумку. На сегодняшней рыбалке я так и поступил. Здесь у меня лежат принадлежности для спиннинговой ловли, силиконовой приманки, крючки, всякие чебурашки, флюрокарбон и так далее. У этого кана очень удобный ремешок. Он достаточно широкий, длинный и с возможностью его регулировки. Повыше, пониже, как вам удобнее. Также, что немаловажно, его можно крепить на ремень за вот эти вот хлястики. И ещё, что мне очень в нём понравилось, он также оборудован автоматическими шторками для того, чтобы удобно класть было в него рыбу, и она из него, естественно, не выскакивала. В этом кане очень удобно, особенно в мороз, хранить живца, который у вас точно не замёрзнет. Кан от компании Higash прошит достаточно качественным, плотным материалом и проложен ещё теплоизолирующим материалом, что опять поможет сохранить живца достаточно долго. Ну, а вообще, её можно использовать просто как удобную сумку, в которой у вас ничего не сомнётся и ничего не потеряется, потому что внутри у него находится жёсткий короб, который немного сгибается, но прекрасно держит форму. И я очень доволен, что эта вещь от компании Higash будет в моём рыболовном арсенале. Да, и ещё впереди достаточно вместительный кармашек, куда тоже можно складывать различную мелочь. Всем спасибо за внимание, а я пошёл рыбачить. Ну, ловись, рыбка большая, приогромная. Ну что, господа, вот плавает мой буй. Заправил я туда малька. Не ловится больше ни на вертушке, ни на резину, ни на что. Я только не пробовал. Ходят тут рыбаки. Их тут очень много сегодня. Сегодня воскресенье. Ну, поймали по одной там, по две рыбки. Так, посмотрим, что мне там моя женщина положила. Бутер с колбаской. О, всём приятного аппетита. Перерыв. Что может быть лучше? Сидеть, созерцать поплавок и кушать буртюброт, и пить сладкий горячий чай. Есть. Есть, господа. Вот я и покушал. Ома-на! Вот стоило сесть перекучить. Опа! И ушёл. Вот зараза. Ну, хорошо, хоть жюк-то оставил. Поплавок так повело, 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 повело. Я сначала подумал, может, это течение, но потом уже явно так вот резко в сторону пошёл. Я поймал шесть штук, как у них. Шесть? А я сколько? Ну, давай посчитаем всё. Ну, штук четыре, наверное, да. Ну, наверное, с учётом спиннинга. На спиннинг тут поймал тоже одного? Два. Два. По-моему, два. А, ну, два, да. Ну, или одного, или два, не помню, Серёж. Ну, и так, парочку, как минимум. Ну, да. Один сошёл. Даже пять, наверное. Не знаю, не помню.